Всем привет, с вами снова команда XL, и мы продолжаем выпуск оружия первой мировой войны. Сегодня речь пойдет об оружии ближнего боя, но это будут не пистолеты или ножи, как мы все привыкли видеть в шутерах. К слову, о пистолетах я уже рассказывал, видео можно посмотреть, кликнув тут. Конечно, в игре мы всегда будем вооружены и иметь полную экипировку, вступая в бой, но на самом деле все было гораздо печальнее. Когда началась война, как обычно, рухнула экономика стран, а людей все призывали и призывали идти на войну. При этом снабжали их тем, что имелось, а имелось-то не очень много. Во время первой мировой войны велись окопные бои. Пространства в траншеях было мало, и винтовки были слишком громоздкие. Таким образом становились смертельные опасные обузы для бойца, да и сабли не отличались компактностью. И все-таки, когда начинался бой в окопе, то нужно было придумывать удобное орудие убийства или защиты. И солдатам тех времен пришлось вернуться к средневековому способу ведения войны. Это дубинки, палицы, моргенштерны и другое. Первое, что начали использовать в качестве оружия ближнего боя, это малые пехотные лопатки. В трейлере ясно дали понять, что это будет один из инструментов для устранения противника в лобовой атаке. В России же начали применять кистенок. Как мы видим, это деревянная ручка с кожаным ремнем, на конце с увесистой гирей. Несложно представить такое оружие в действии. Более грозным оружием уже был томогавк. Такой топорик мог пробить железную броню, которую носили солдаты в качестве бронежилета. А вот и та самая дубинка с шипами, которую мы видим на всех постерах Battlefield и также в ролике. Тут у нас молот с лирическим названием «Утренняя звезда». Деревянная ручка с шестерней на конце. У солдат не было проблем с фантазией, и они применяли простые палки, в которые вколачивали шляпки от гвоздей или сами гвозди. Делали дубинки из гранат, наматывали на них колючую проволоку. Также делали такого типа дубинки, но они не прижились, так как могли застрять в теле человека и оставить бойца без оружия. Уж в каком они будут исполнении и в каком количестве сказать сложно. Ведь показано в этом видео, то мало часть того, сколько было видов на самой войне. Надеемся на разработчиков, думаю без юмора не обойдется. И дадут нам вот такую вот дубинку. Также война не обошлась без холодного оружия, штык-ножи, сабли, тисаки и кастеты. Судя по информации, которая есть на сегодняшний день, в игре должно будет присутствовать очень много холодного оружия разного типа, так как в войну было втянуто около 32 государств. И такие схватки велись не только в окопах, нам обещали бои на конницах, где сражение стремительно переходит в бой на саблях. И напоследок, все мы знаем, как была представлена анимация убийства с ножа или с приклада в предыдущих частях Battlefield. Но как выставят бой на дубинках и саблях, я предвкушаю. Самое главное, не хочется видеть это в таком же виде, как и на ножах. Будет скучно. Всем спасибо за просмотр и не забываем, 13 июня будет показан первый геймплей игры.